Магазины есть, а за продуктами приходится ездить за десятки километров. Городской округ, а уличное освещение роскошь. О жизни поселка, о своих житейских проблемах рассказали и даже показали Михаилу Гнатьеву жители поселка Новые Лапсары Ленинского района города Чебоксары. Существует чуть больше года, долгов накопило на 11 миллионов рублей. Речь об управляющей компании Лапсарской. С нее начал визит в поселок глава республики. У нас долги есть, конечно, долги у всех есть, управляющих компаний на сегодняшний день. Но мы стараемся. Если не будете стараться, вы просто разорите свою управляющую компанию и придется городским властям создавать новую организацию. Действительно, такая задолженность для управляющих компаний сейчас, увы, не редкость, отмечают специалисты. Есть и другие проблемы, решить которые самостоятельно компания не по силам. Потолок сыпется, стены разваливаются, жалуются жительницы одного из домов, который состоит на обслуживании у Калапсарская. Согласно программе, расселить дом должны к 17-му году. Сколько лет вы там живете? Лет 30. Лет 30? Не доживет этот дом Михаилу Севченко до 17-го года. Возможно, теперь новоселье люди справят значительно раньше. Вопрос, что называется, взяли на карандаш. Впрочем, блокноты помощники главы практически не закрывали. У нас нет в Лапсарах освещения. Вообще освещением очень плохо. Ночью темно. Темно, темно. Ночью я приеду, стемнеет. И вместе с вами пройдемся по всем улицам. Пожаловали жителей на цены в местном магазине. Мол, сетевой гигант пользуется отсутствием конкурентов и на важные продукты задирает цены практически на 30%. Эту информацию удалось проверить, не отходя от кассы. Очень разница для нас специалистов. Большая. Они ездили по разным, у нас икотные ездили на интерьер. Вы специально ездите в город Чебоксар для того, чтобы в этом же магазине покупать в городе? Цены в местном магазине записали. Их предстоит сравнить с другими магазинами сети, а затем, возможно, принять меры. Коллектив отделения палеотивной медпомощи центральной городской больницы, а это еще один пункт визита, привык помощь не просить, а оказывать. Здесь ухаживают за больными на последних стадиях онкологических заболеваний. Только вот доставить больных, которые зачастую не могут передвигаться самостоятельно, сюда не так просто. Самое главное, вот сейчас нам нужно пандусы и лифт. В планах эти приспособления уже есть, их ожидают в следующем году. Значительную часть визита в этот раз посвятили детям. Вернее, детским учреждениям. Кстати, за этой дверью не одно заведение, а два в одном. Начальная школа и детский сад. Таких заведений в республике, и тем более в столице, не так много. Хотя, отмечают специалистов, форма удобная. Из детской группы малыши приходят сюда уже в первый класс и учатся до четвертого. А пока горит звезда, для друзей он нашим детским ряда всегда. Только вот мест в садике хватает не всем. Некоторым родителям приходится возить детей в Чебоксары, потому что очередь там подошла раньше. Леонид Черкесов отметил о проблеме, знает. Изменить ситуацию планируют уже к первому сентября этого года. Буквально в нескольких метрах от школы-садика – спортивная школа. Сеанс в бассейне для школьников тут стоит чуть больше 30 рублей. Воспитывать спортсменов продолжают в школе номер 42. Кстати, хорошо здесь не только с физическим воспитанием. К примеру, средний балл по ИГА здесь выше, чем по Чебоксарам. В запланированное время визита представители правительства не уложились. На улице их долго не отпускали жители. Конечно, все вопросы и проблемы за один визит не решить. Однако уехали из поселка помощники главы с полным блокнотом поручений. Ольга Пырочкина, Антон Вовка, Республика.